Слава Господу! Я хочу в самом начале прочитать два места из Священного Писания, два послания, первое место из послания апостола Павла к Галатам, третью главу, давайте откроем, знаменитое место, но если может быть и недавно в церкви, ты его еще не знаешь так хорошо, поэтому сегодня ты его знаешь. Смотрите, одиннадцатый стих, апостол Павел пишет, а что законом, со всеми предписаниями, делами всевозможными, церемониями, а что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. Апостол Павел любит повторять вот эти слова из Ветхого Завета, праведный верою жив будет. Он это повторяет и в послании к римлянам в первой главе, также автор послания к евреям тоже цитирует это место Священного Писания, праведный верою жив будет. Это тот как раз стих, который в свое время загорелся в сердце у Мартина Лютера и заставил его по-новому посмотреть на Священное Писание и вообще на христианский путь, на христианскую жизнь. Праведный верою жив будет. Второе место Писания это послание другого апостола, апостола Иакова, вторая глава и прочитаем здесь 21 стих. И вот Иаков говорит, не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака сына своего? И мы, сравнивая слова двух апостолов, Павла и Иакова, как бы находимся в неком недоумении. А как же мы в действительности оправдываемся? Верой ли мы оправдываемся? Или как пишет здесь Иаков, делами мы с вами оправдываемся. И об этом противоречии я хотел бы с вами и поговорить сегодня. Почему? Потому что оно до сих пор очень и очень актуально и касается буквально каждой церкви и каждой христианской жизни. Смотрите, вот хочу вначале показать вам две картинки, да? Картинки двух домов. Можете на экране как раз их сейчас разместить? Вот два дома. И представьте себе, что вот у вас есть определенная сумма денег, и вы собираетесь купить себе какую-нибудь большую, хорошую, большое, хорошее жилье, чтобы вы там хотите жить всей вашей семьей. Вот у меня вопрос. Вот в этом желто-красном доме кто бы хотел купить квартиру? Поднимите руки. Да давайте смело. Вы знаете, что тут какой-то у пастора подвох, конечно, да? И тут что-то такое, все непросто, все там, ты сидишь уже, да? Вот, предположим, ты пришел к риэлтору, да? Риэлтор говорит, ну вот у нас в Екатеринбурге вот дом как раз, шикарнейшая квартира продается. Вот. И как раз по твоим деньгам. Прям на проспекте Ленина, да? Да у нас много таких вот, Сталинок типа, да? Вот, ну не знаю. Кто бы хотел там купить квартиру? Поднимите руками. Хорошо, ладно. Вот. А кто бы хотел вот в этом домике, вот этом, коричневом назовем его так вот, поднимите, да? Ну смотрю, меньше людей, меньше людей, да? Оставьте пока эти два дома и еще одну, один пример. Я специально попросил, у нас вот кулек с конфетами есть, да? Кулек с конфетами есть, вот у нас после Нового года от подарков рассталось, мы там тихонечко подъедаем это. Вот. Вот я возьму какие-нибудь. А вот две конфетки. Вот возьму. Спасибо, Саша. Вот. Хватит двух. Вот, предположим, попил ты чаек и хочешь закусить сладеньким, да? Вот две конфеты, да? Вот. Кто бы выбрал эту конфету? Твоя любимая карамель, ты что? Нет? Хорошо, а это? Белочка или там, не знаю, что-то. Кто хотел бы эту? Все. Все. Леш, приди сюда, да? Единственный человек, которому... Ты какую хотел? Эту? Да. Ладно, ладно, кушай. Разворачивай. Видишь, такая конфетка? Ты уже чувствуешь по весу, да? Что там ничего нет, да? А эта, смотри, какая вкусная, да? Эта конфетка, она что-то... А почему ты выбрал эту? Шоколадная. Шоколадная, фантик красивый, да? Красивый. Да, блестит и... Ну и по... То есть, что тут есть-то, да? А тут как-то посолиднее все будет, да? Тут и это... Хорошо, возьми маленькую себе. То есть, я думаю, вы поняли, к чему я это говорю, да? То, что, конечно же, мы яркая такая, блестящая, там, с орешками, с кедровыми, белочка всякая изображена, да? Вот. И мы, конечно, хотим, вот, хочется такую конфеточку, да? А тут какая-то маленькая, и фантик не блестящий, без золотиночки, да? Как-то уже сразу, и ты понимаешь, ну, что-то сэкономили, наверное, и конфетка не очень, да? Но в итоге, когда разворачиваешь, то ты смотришь, а, это оказывается... Это оказывается обман, это оказывается пустышка, да? Точно так же, вот и когда мы смотрим на эти два дома, да? Вот, если мы смотрим, да, какую купить, ну, понимаешь, думаешь, такой дом, и у тебя уже сразу же... То есть, ты сразу же что делаешь? А? Да, да, ты сразу же представляешь. То есть, вот ты смотришь на эти два дома, и ты сразу же представляешь, а что же там, интересно, да, за квартира, которую я хочу купить. Ты же, ну, ты же покупаешь квартиру, да, какую-то жилплощадь покупаешь. И вот, можно мне показать вот у этого первого желтенького дома, вот, что это за дом? Покажите, пожалуйста. Вот, смотрите, да. Вот полная фотография, я просто обрезал фасад, да? На самом деле, это рушащийся дом, там все течет, там все разрушается, и его, в принципе, уже даже к сносу готовили, потому что там такой ремонт, что он нецелесообразный был, да? Вот, но там, как у нас в стране, помните знаменитую, знаменитую такую историческую легенду про потемкинские деревни, когда князь Потемкин во время путешествия Екатерины II в Крым, он хотел показать, как вот при нем там процветают люди, и там наставил всяких домов. Но на самом деле, эти дома были лишь фасады, это были лишь фасады, а за этими фасадами ничего не стояло. Вот, но Екатерина не понимала, она ехала и смотрела, вау, как там вдалеке дома, 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 да? Но это все на самом деле были лишь муляжи, типа, как вот в Голливуде, когда снимают фильм, там целые могут улицы строить, там квартал Нью-Йорка. Но на самом деле, за этим, за этой деревяшкой ничего нету, да? Ничего нету. Точно так же и здесь мы видим, да, если ты купишь квартиру, то не знаю, сколько еще нужно будет вложиться, чтобы там что-то, что-то нормальное сделать, да? Второй дом, это на самом деле настоящий дом в одном квартале Нового Орлеана. Можно показать тоже фотографию, как он, как он выглядит внутри. Покажите, вот второй дом, видите? Вот это второй дом. Еще, может, там я несколько фотографий взял. Вот как выглядит второй дом, настоящий дом, находится в Новом Орлеане, и мы видим, как внутри все вот это ванная, ванная комната. Я не знаю, как вы, я бы хотел там жить. Хотя снаружи, скажем так, ни вида, ни величия, ни величия нет, да? Так вот, драгоценные. Часто, я не знаю почему, но часто люди не могут понять, а кто же прав? Апостол Павел или апостол Яков? За кем же, как бы, мы должны больше следовать в нашем учении? В действительности, я абсолютно убежден, что никакого противоречия между тем, что учит Павел и тем, что учит Яков, нет. Просто в действительности, вот я думаю, почему послание Якова, оно чрезвычайно важно. Хотя вот это послание, когда создавали канон Нового Завета, там несколько было таких спорных книжек, о которых больше всего спорили. Вот, я и, в частности, о послании Якова. Стоит это включать в канон, не стоит. Вот, и даже когда включили, в дальнейшем, я помню, как-то давно еще проповедовал, рассказывали, когда мы изучали послание к римлянам, что в дальнейшем тот же самый Мартин Лютер, он как-то не очень любил послание Якова, даже называл его соломенным посланием. Вот, ну как вот, каждый смотри, как строит, кто-то и золото, кто-то и соломы, вот, и Лютер как-то не любил это послание. Вот, хотя я абсолютно убежден, что послание Якова оказалось в Священном Писании совершенно не случайно. И хотя, конечно же, мы, уважая апостола Павла и изучая его послание, в частности, важнейшую доктрину о том, что мы оправдываемся верою, праведный веру жив будет, в то же самое время мы должны понимать, что в этом заложена большая опасность. Вот, если мы не добавим послание Якова, почему? Да потому что, вот, посмотри на своего ближнего, на своего соседа, спроси у этого человека, верующий ли он. Спроси. С кем рядом сидит верующий? Поднимите руку. Ни с кем не сидит верующий рядом. А у кого с двух сторон сидят верующие? Поднимите руку. Все, вижу, сейчас верующие сидят. Вот. А с чего ты решил? А с чего ты решил, что рядом с тобой сидит верующий человек? Сказал. Сказал. Вот смотрите, я, например, могу вам сказать, да, ой, у меня было очень такое непростое, непростое детство, и я в 20 лет стал чемпионом мира по боксу. Вы верите? А что, я же сказал? Или, я скажу так, когда мне было 18, я выиграл конкурс пианистов Чайковского. Там Мацуев был, ну и я, ну я лучше играл. Он в другом конкурсе выиграл, а я вот выиграл. Вы верите? Нет. А почему? А на самом деле это правда. Вы что, вы не знали об этом? Нет. Уже засомневались. В действительности есть одна вещь, которая может решить наши сомнения. Вот она. Правда же, да? Ты скажешь, Виктор, давай, вот тебе инструмент, вот клавиши, сыгра. Или, если ты чемпион мира там какой-нибудь, да? Вот есть ринг, покажи свое умение. То есть, я могу говорить, что хочу. Но в действительности решают все. Не мои слова, а то, что за этими словами стоит. Понимаете? Потому что мы люди, мы мастера создавать всевозможные иллюзии. Обычно, если у нас есть какие-то дары, есть какая-то харизма. Вот бывает, вот бывает такое, вот человек что-то говорит, говорит, говорит. И так красиво, так уверенно, красноречиво ты сидишь и ты думаешь, вау, в действительности так. Бывает же так, да? А потом ты узнаешь, что фамилия этого человека Мавроди, да? И то, что он там тебе говорил, что ты вот разбогатеешь, и ты будешь богатым человеком там. И будет вот Ротшильд, Рокфеллер, и вот ты еще будешь третьим. Святая Троица такая, да? И ты в это поверил, и ты продал квартиру свою, отнес туда деньги, а потом ничего не получилось, и ты в шоке. А ведь так красиво говорил, а? Ведь так красиво убеждал. И вот когда мы с вами говорим о церкви, вот часто люди любят, да, вот там одни одного проповедника слушают, другие другого проповедника слушают. Сейчас благодаря интернету можно хоть кого послушать. И как мы решаем, вот доверять, следовать ли за этим человеком или нет? Бог нам дает критерии, что каждый человек, каждый служитель, каждый пастор, каждый проповедник должен следовать за кем? За Христом. Как апостол Павел говорил, помните? Подражайте мне, как я, Христу. Но если я выйду сюда, на сцену, и буду рассказывать, как удивительным образом я подражаю Иисусу Христу, и вы будете думать, вау, какой у нас мощный, какой у нас благословенный пастор, да? Какое счастье, что мы-то оказались не в какой-нибудь другой церкви Екатеринбурга, а именно здесь. Бывали такие мысли у вас, надеюсь? А ведь церкви-то у нас сейчас, это в начале 90-х годов, у нас были там одна баптистская, одна пятистическая, и мы были. Вот опять трое у нас было тут, да? То из протестантских церквей, вот, но то сейчас-то куча церквей всевозможных есть. Много всевозможных церквей. И каждый говорит, там, зайдешь к ним, и он убеждает, что вот так, как вот они подражают Христу, ну, вот вряд ли кто так подражает, а как другие подражают, то тоже вряд ли. И каждый убежден абсолютно, что вот именно так надо Богу служить, и вот так вот нужно за ним следовать. Правда же? И получается, кто красноречивий, тот и прав. Кого интереснее слушать, затем нужно следовать. Так же ведь? Кажешь, Виктор, нам нравится здесь. Тебя интереснее. Мы были в другой церкви, но тебя слушать интереснее. Вот мы туда ходили, и там что-то бам-бам-бам-бам-бам. А ты конфетки даешь на проповеди. Может быть, смысл-то и непонятен зачем, но зато вкусно, да? Зато можно чай попить потом. То есть я к чему говорю, что вера – это вещь, которую увидеть нельзя физическими глазами. Ее не потрогать, ее не сравнить. Вот там, давай сравним веру. Вот, и мы говорим, давай сравним веру. Вот, покажи Алексею свою веру. Он достает эту маленькую веру. И я достал веру. И поэтому очень часто в христианском мире возникает немало так называемых обманов всевозможных. Каких-то слов красивых. И верующие слушают и думают. Вот я недавно, знаете, недавно слышал один рассказ, одно свидетельство. И там один проповедник, он там так сильно-сильно говорил и так сильно-сильно рассказывал о том, как где-то в какой-то стране, в каком-то маленьком городе этой страны, и в этом маленьком городе этой страны есть маленькая церковь, и в этой маленькой церкви один пастор во время прославления славил Господа, славил Господа, славил Господа, славил Господа. А когда прославление закончилось, а он был лысый, у него на голове оказались волосы. Чего вы смеетесь? И когда об этом говорилось на собрании, церковь вся такая, вау! И пастор говорит, слава Богу, братья и сестры. И такие, вау, слава Богу, пастор. И такую прямо, знаешь, и потом пастор говорит, вот что нужно делать, чтобы церкви не спали. Ты впечатлился таким собранием. Приходишь в новую жизнь в Екатеринбург. Смотришь на всех, у кого мало волос. Слава Богу, на пастора как-то не продемонстрируешь пока еще. Это чудо. Прославляешь Господа. Ждешь, когда кончится прославление, и смотришь на головы. Смотришь, волос больше не становится. И ты так говоришь, да, да. Маловаты у нас здесь веры. А вот там вот, вот люди верят, так верят. Они там Бога так напрасно не славят. После каждого прославления, о, какие все. А если начинаешь говорить, покажите нам этого пастора, и вообще хотим как-то сравнить вот это. Они говорят, брат, ты что, не веришь в силу Божью? Брат, ты что, в чудеса не веришь? Ты что, не веришь, что Бог может делать сверхъестественное? Я не то, что не могу делать сверхъестественное. Но одно дело верить Богу, но совсем не то же самое верить тебе. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Это разные вещи. Почему? Да потому что можно много чего говорить. И можно много чего рассказывать. Но являются ли наши разговоры, являются ли наши там красивые, красивые рассказы, да. А сколько в христианском мире всяких рассказов? Какие-то там золотые, золотые пылинки сыплются. И вы знаете, люди так вот это с энтузиазмом принимают там. И один говорит, и один человек, он не верил, что есть золотые пылинки. И он пошел, а у него прямо пылинка в виде золотого сердца прям. Бух. И все такие встрюшки. Аллилуйя! Я когда обычно просматриваю такие видео, мне такое кажется, думаю, это я один такой или все? Господи, я один остался, кто еще в эти великие чудеса не верит? Или все уже просто афанатели по таким чудесам? То есть, драгоценная, я к чему говорю? Вера, она проявляет себя. И об этом говорит апостол Яков. Конечно же, вера важна, но вера, она должна так или иначе проявлять себя. Не в словах только, не в красивых рассказах, и не в свидетельствах. Потому что есть обманщики. Есть люди, которые говорят одно, и это выглядит как красивый фасад, как вот этого дома. Красивый фасад. И ты думаешь, вау, хочу жить там. Такой красивый дом. Просто там, то ли президент, то ли премьер-министр, они проезжали мимо и вот сделали так. Чтобы красиво было. Дело Потемкина живет у нас. И нам кажется, вот, как чудесно. Как все красиво. А что за этим стоит? Что стоит за этим внешними вещами? Что стоит за этими словами? Что стоит за этим? Что там внутри? И поэтому, в действительности, Яков, он как бы продолжает то, что говорит апостол Павел. Просто он показывает нам. Смотрите, вот. Давайте начнем Якова вторую голову с 14 стиха. Яков нам показывает. Он не уничижает веру. А он показывает, что такое настоящая вера. И вот он пишет, 14 стих. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Мне кажется, как это может или не может? Праведной верой жив будет. Яков говорит, да понятно. Праведной верой жив будет. Фура нет. Это еще в Ветхом Завете написано. Но давайте с вами порассуждаем. Какой же верой праведный будет жив? Если он говорит, что имеет веру, а дел не имеет, может ли эта вера спасти его? Само слово спасение, вот это греческое слово соза, это очень многозначное слово. Это и сберегать, сохранять, избавлять, исцелять. Много значений. Поэтому мы можем перевести, вот если кто-то имеет веру, а дел не имеет, может ли эта вера его сохранить? Может ли эта вера его сберечь? Пятнадцатый стих. Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела. Что пользы? Это вот как мы, когда говорили с вами про пост, я говорил о том, что есть такие слова, которые внешне кажутся очень красивыми. Такие христианские клише, хотя в действительности, если мы заглянем за эти слова, то они бессмысленны в действительности и даже неправильны. Вот одно из таких слов, помните, мы говорили, да, когда кто-то говорит, брат, лучшее, что я могу сделать для тебя, это помолиться за тебя. Слышали, да, такое? Кто поспорит? Кто пойдет против молитвы? Это как вот на Якова злятся. Ты что, Яков, против веры идешь, которая оправдывает нас? Точно так же, ты что, Виктор, против молитвы идешь, которые совершают чудеса? Ведь сам Господь Иисус в свое время нам сказал, да, ну не нам сказал, а ученикам сказал. Помните, он говорил о притчу, как он разделит на овец и козлов, помните? И овцы, которые пойдут в его царство, он им скажет, идите, благословенные, да, наследуйте царство Отца, ибо жаждал я, и вы помолились за меня. Был наг, и вы помолились за меня. Был голоден, и вы помолились за меня. Был в темнице, и вы помолились за меня. Так написано? Не так. Иисус, ты что, не понимаешь, что лучшее, что мы можем сделать для наших ближних, это помолиться за них? Да Иисус не противоречит никаким молитвам. Молитва – это не обряд, не шаманский ритуал, не красивая церемония. Молитва – это отношение с Богом. Отношение с Богом – это опять какая-то вещь, которую увидеть нельзя. Ну вот давайте сравним, кто, у кого крепче отношение с Богом? У меня или у Алексея? Показывай свои отношения с Богом. Ты что, показывать решил? Ну, я не знаю как. Может быть, ты уже научился показывать, но… Покажи, покажите мне ваше отношение с Богом. Ты не слышишь, пастырь, я так… У нас в 90-е годы было. Вот если кто-то так разговаривал, у него настоящее отношение с Богом. Потому что он молится. И у него даже голоса нет. Если ты так говоришь, значит, у тебя просто проблемы с вязками, больше других нету причин. Вообще. Вообще нет причин. Покажи отношения с Богом. Так вот, отношения с Богом, они проявляются в чем? В каких-то конкретных делах. Именно об этом и говорил Иисус, да? Был наг – водили меня. Голоден был – накормили было. Жаждал – напоили меня. Был в темнице. Посетили меня. И что даже интересно, там даже написано про исцеление. Был болен, помните? И что? Я не говорю, что не нужно молиться. Но, может быть, лучше прийти к человеку, посетить, и там лично помолиться с ним. И поддержать его. Слышите, о чем я говорю сейчас? Поддержать этого человека. Потому что иначе… Мы часто оперируем вещами. Вера, молитва, помазание. А эти вещи – это все невидимые. И получается, кто лучше научится это все изображать, кто лучше научится… А чаще всего шарлатаны, они лучше всего умеют добиться так, чтобы им верили. Я не знаю, почему, но это так. Я вот… У нас в свое время, когда только церковь начиналась… Знаете, есть такая игра? Мафия называется, да? Вот играет мафия. Вот в 90-е годы мы играли в похожую игру, но мы называли ее не мафия, а фарисеи. И нужно было найти, кто из нас фарисеи. И там вытягивали картинку, то есть собирается группа верующих, кто-то вытягивает картинку, что он фарисей, а кто-то не фарисей. И потом мы садились, ну и нужно было вычислять, кто фарисей. Потом мы эту игру прекратили, потому что все начали всех подозревать. Но эта игра хорошо учит. То есть там суть игры, кто лучше врет, тот выигрывает. Вот вы, может быть, удивитесь, меня в этой игре всегда вышибали первого. Хотя я всегда практически говорил правду. Если я говорил, что там я не фарисей, все говорили, ну точно Виктор фарисей, и все. Поэтому мы не играем больше в эту игру. Не пошла, она у нас в церкви. Вот первые ряды, помню, мы играли в эту игру в 90-е годы, да? То есть, а люди, которые вот могут так вот, я, вы поймите, антифарисеи. Говорят, вы что тут, на сестру Любу, вы не видите, я нашу слезу пустил. А потом раз, и кажется, что сестра Люба фарисей. Все в шоке. А так красиво слезу пускала. То есть, здесь больше на театральность. Игра, понимаете? Больше на театральность. И вот драгоценно точно так же, поймите, то, что мы с вами говорим, мы говорим о вещах невидимых. Но из-за того, что вера, молитва, помазание, благодать, из-за того, что они невидимы, это не означает, что они нереальны. Они абсолютно реальны. Но узнать об этом мы можем не потому, как кто красиво говорит или изображает, а потому, как это все проявляется в нашей жизни. И вот смотрите, 17 стих, апостол Лайков продолжает. «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру из дел моих». «Ты веруешь, что Бог един». Кто из вас верует, что Бог един? «Хорошо делаешь», — говорит апостол. «Точно так же и бесы делают». «Молодец! И бесы веруют, и трепещут». То есть вы понимаете, говорить о том, что я верю в Бога. Я верю в единого Бога. Да это ничего не значит. Абсолютно ничего. Потому что бесы, там в греческом стоит «демоны», да? Демоны тоже верят. Но весь вопрос в том, вера в демонов, что Бог един, как-то демонов меняет? Нет. Вера, о которой мы говорим, это не просто некая убежденность в твоей голове, которая на самом деле, это убежденность, она ничего не стоит. У бесов точно такая же убежденность есть. Но вера, о которой мы говорим, это не наше мнение, а я считаю, что Бог все-таки есть там, что не само возникло, все-таки это Бог создал, да? Ну, молодец! Я думаю, что бесы тоже так считают. Но вера, о которой мы говорим, это что-то, что меняет и преобразует нашу жизнь. Вот о чем здесь говорит апостол Яков. Потому что в христианстве всегда возникают так называемые мастера иллюзий, которые могут мастерски создавать иллюзию. Я не фарисей, я такой хороший, я человек веры. А как знать, а за кем следует идти, а за кем нет? И вот дальше, смотрите, Яков показывает. 20 стих. «Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И он наречен другом Божьим. «Видишь ли, что человек оправдывается делами, а не верою только?» И дальше Яков приводит пример отец веры, Авраам. Как мы можем узнать, что Авраам реальный человек веры? Потому что Авраам говорил, я отец веры, «Я человек веры!» Нет. О вере Авраама говорит его жизнь. С самого начала, когда Бог его призвал выйти из ура халдейского и пойти в обетованную землю. Авраам пошел. И в его жизни, причем, вы знаете, вот эта конфетка маленькая, вот она не очень взрачная, помятая какая-то там, потертая, но в ней есть начинка, содержание в ней есть. Точно так же, если мы смотрим на людей типа Авраама, Давида и многих героев Библии, мы видим, и в этом, вот знаете, величие Библии, Библия рисует людей без прикрас. Мы смотрим на этих людей и мы понимаем, что это люди не идеальные. Библия показывает и ошибки, и слабости Авраама, и Давида, и всех героев Библии. То есть, это были не идеальные люди, не блестящие такие фантики, ха-ха-ха. Но у них было настоящее содержание. Они, да, ошибались, да, порой проявляли ужасающую слабость, но при этом у них была настоящая вера. То есть, вот это содержание, сущность была в их сердце. И поэтому Авраам, Бог ему говорил, и он следовал. Бог ему говорил, и он исполнял. Моисей, человек веры. Мы знаем, что Моисей вообще был человеком некрасноречивым. Ему нужен был переводчик с еврейского на еврейский язык. Он какой-то говорил, а Аарон переводил. Но бывают у людей проблемы с речью, что для многих непонятно. Что-то было подобное у Моисея. И потом по той ситуации, что там постоянно какой-то был недоволен, какие-то бунты возникали. Мы понимаем, что, да, наверное, Моисей, он не был невеликим оратором. И порой недовольны им были, да? Но Моисей реально был на горе, реально общался с Богом. Бог ему давал видение, видение и скинии, облако сходило. И мы понимаем, Моисей был человеком веры, у него было настоящее общение с Богом. Хотя, видимо, он был не очень красноречивым, не очень харизматичным. Против него все время кто-то был недовольный там. то Корейдафан и Верон, да, то еще кто-то, то чуть ли не сестра родная. Возникали проблемы в его жизни, в его служении. Хотя, на самом деле, то, что у него было, это было настоящее. Вот, вы знаете, меня так удручает порой, что в церквах, в христианском мире, в разных служениях, в том числе в нашей церкви, порой авторитет получают очень яркие броские люди, которые могут там что-то красиво сказать, которые там балагуры, могут говорить много, да, и создается впечатление, что да, это люди настоящей веры. Он, они как о Боге, говорят и говорят, и конца края нет, рассказывают и рассказывают, и конца края нет. Эти люди сразу же привлекают внимание. Потом проходит время, и вдруг начинают разочаровываться, что за этой красивой оболочкой, за этим красивым так все собрание показываешь это, да, да, сказал и показывает, хорошо, вот это, да, вот за их красивым, сейчас можно показать, я говорю, за их красивым фасадом, да, ты как раз убрал, вот, 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 что стоит за этим фасадом, что стоит за нашими словами, вот о чем говорит здесь Иаков, он говорит, почему Авраам отец веры, не потому, что он везде это кричал, говорил, провозглашал, мы такое огромное значение придаем словам, у нас даже целое учение есть о словах, с одной стороны мы должны следить за нашими словами, с другой стороны мы не должны думать, что в словах магическое что-то есть, потому что в этом язычество, магия, языческая магия, я вот так вот буду говорить, а так в моей жизни не будет, значит, я буду человеком веры, нет, ты будешь просто лжецом, ты говоришь одно, но не живешь так, но я верой говорю, нет, это ложь, ты просто лжешь, ты строишь красивый фасад, украшаешь, но ты не думаешь о том, о начинке, о содержании там какое, я много раз в своей жизни убеждался в такой вещи, что очень часто люди, которые с первого взгляда привлекают внимание, часто при более близком знакомстве, там мало что есть, и в то же самое время я немало видел людей, в которых, ну знаете, вот тут, когда в компании, ну не обращаешь на них первого же внимания, бывают люди вообще, как вот по писанию, ни вида, ни величия, но при более близком знакомстве, когда с ними начинаешь общаться, там такая глубокая и интересная духовная жизнь за всем этим, когда видишь, как ведет себя человек в разных жизненных ситуациях, причем опять говорю, я сейчас говорю не про идеальных людей, никто из нас не идеален, и мы совершаем ошибки, но есть некая сущность людей, которую ты тут можешь почувствовать, вот есть такие люди, вот вроде и все хорошо, и все правильно, какая-то гнильца внутри есть, ощущаете, вот этого бывает, да? И есть наоборот, тут вроде как-то особо не привлекает даже какого-то внимания, не восторгает тебя, но при этом, при более близком знакомстве, ты видишь, что там внутри что-то настоящее, настоящее в жизни этого человека, и я абсолютно убежден, что апостол Яков написал это послание, потому что верующие в первой церкви часто вот они больше реагировали на внешние, на внешние слова, какие-то там красивости, там Аполлос был, спикером конференции в основном, и вот они обращали внимание вот на это, на эту яркость, вот на это все, и поэтому я, апостолы пишут, говорит, послушайте, он не пишет это в пику Павлу, он пишет, чтобы мы поняли, что вера это прежде всего жизнь наша, и она должна проявляться в каких-то делах, и он говорит, Авраам, смотрите, он верил в Богу, да, он был неидеальный, да, он был несовершенный, да, мы читаем, что он порой трусость проявлял, да, и все это написано в книге Бытие, но в то же самое время его доверие Богу было настолько фантастичным, что порой сегодня даже мы не до конца можем понять, как можно так доверять и уповать на Бога, правда же? Сколько времени прошло, непонятно. Человек с удивительной, с удивительной верой. Дальше, смотрите, 25 стих, подобно Ираав, блудница, вообще не идеальный человек, блудница, не делами ли оправдалась, приняв саглядатаев и отпустив их другим путем, ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Я думаю, вы знаете, вот то, что сегодня выхолощивает христианскую церковь, это то, что мы так сильно с вами реагируем вот на фантики, на оболочки, а потом вдруг узнается, о, а вы знаете, а тот известный лидер прославления, его песни все знают, а он, как-то, сказал, что вообще он в Бога не верит и вообще считает, что Бога нет. И ты такой, вау, это известный лидер прославления, который, чьи песни мы переводим на русский язык и поем, вдруг такое сказал. и возникает вопрос, а вас что удивляет? Вот вас что удивляет? Ну, что он оказался как бы неверующим человеком? А с чего вы решили, что он верующий? Так он такие красивые песни писал такие, пел так, потрясающе пел просто. Но это же дар. Я не хочу уничижать дары, это очень важно. Я говорю о том, что Аверик говорит не содержание, а не этикетка. Есть много людей, которые, да, пришли там, красиво, все, все, а потом смотришь, его уже нету. Такой видный брат, так на Господа уповал. Да с чего вы решили, что он так на Господа-то уповал? Ну как? Вокруг, но все время люди там собирались, все время там интересно было. Это говорит о харизме человека, но это не говорит о вере человека, потому что о вере человека говорят его дела. Можно очень много и красиво учить о семье, но о твоей семейной жизни, говорит, твоя жизнь семейная, правда же? Можно много чего рассказывать. Посмотри на свою жизнь, посмотри на свои дела, посмотри на свои дела. Есть столько специалистов во всем, столько специалистов во всем. Я недавно вот в интернете, в ютубе наткнулся на ролик, там бывает в рекомендованных, там что-то о семейной жизни, и там был один психолог, он очень известный, даже не буду его имя говорить. И он там всем советовал, а как мужьям, а как женам, и потом он говорит, я-то знаю, я пять раз был женат. Он знает. Причем, вот скажу, вот реально интересно рассказывал, вот реально интересно рассказывал. Я его включил, слушал, до момента, пока он не сказал, что он пять раз уже был женат. Потому что, если человек пять раз был женат, значит, он пять раз, нет, по крайней мере, четыре раза минимум, ну, может быть, и пять развел. Да, он пять, он же там сейчас не женат как раз, он свободен. Чему можно у этого человека научиться? Как разводиться? Но никто же не скажет, как разводиться, послушайте этого психолога. Как жениться и прожить женой не больше года, послушайте этого специалиста. Но кто их будет слушать, если будет такая реклама? Поэтому часто люди дают, вы знаете, вот, а я знаю, ну, у меня такой опыт, у меня такой, у тебя опыт только как ссориться и разводиться, вот у тебя классный опыт. Спасибо своего хватает, опыта как ссориться. А вот научиться как ссориться и не разводиться, а? Вот это чего-то, вот это чего-то стоит. Вот такие, вот такие слова. А люди все время, они готовы что-то тебя научить, там всему, они там, они как бы все знают, покажи мне, покажи дела, покажи жизнь свою. Подожди, ну ты что, не веришь? Нет, подожди, почему ты веришь, не веришь? Это разница. Я не верю в тебя. Я могу тебе верить или тебе не верить, но верю я в Бога. Вы понимаете разницу? Мы верим в Бога, а не в тебя. Бог тот, кто является светом и нет в нем тьмы. Он правда и нет в нем никакой лжи, а в людях полно. Поэтому Священное Писание и говорит нас, Иаков нас предупреждает, драгоценные, ну не увлекайтесь вы так внешними вещами всеми, не увлекайтесь вы так красивой рекламой, смотрите, что стоит за всем этим. Смотрите, какая жизнь стоит, какие дела стоят. И я сейчас отлично понимаю, что да, мы люди несовершенные, здесь есть те, кто пережил и опыт развода у вас есть, у вас много негативного есть. Но когда мы приходим сюда, очень важно, чтобы мы были честными и не пытались друг друга впечатлять внешними вещами, но старались возрастать во Христе Иисусе, меняться, преобразовываться, несмотря на ошибки прошлого, чтобы сегодня наша вера строилась на правильном основании, на основании наших дел. И делами, говорит Иаков, вера достигает совершенства. Делами мы возрастаем, через дела проявляется в действительности, есть ли у тебя вера или нет у тебя веры. И он приводит даже вот эту блудницу, казалось бы, ну блудница-то нас чему может научить? Ну и даже в ее жизни мы видим веру. Кто из нас взял бы блудницу как пример веры? Нет. Но Библия нам, даже таких людей показывает, что эти люди, несмотря на свое прошлое, несмотря на какие-то свои жизненные ошибки, однажды что-то в их жизни изменилось, что изменилось? Вера появилась. Это как? Дела поменялись. И она не испугалась, да, у себя спрятать двоих израильских разведчиков в то время, когда Израиль ходил вокруг Ерихона. Помните эту всю историю, да? И это было дело веры. Как Рав говорит о своей вере? Делами. Как Моисей говорит о своей вере? Делами. Как Авраам говорит о своей вере? Делами. Как Павел, Петр говорят о своей вере? Делами. Как мы сегодня с вами говорим о своей вере? Словами. Как часто проповедники говорят о своей вере? Словами. Вы не чувствуете, что есть некая разница? Разница. Поэтому я абсолютно убежден, что это по Божьей воле послание Иакова оказалось в каноне Нового Завета. Не по ошибке, как там думал или некоторые, даже Лютер так иногда высказывался. Но по воле Божьей. Почему? Да потому что именно послание Иакова уравновешивает вот все то, о чем пишет апостол Павел. Чтобы мы с вами не на внешность реагировали только не на красивую оболочку, но на то, что стоит за этим. И вот сейчас я хочу, чтобы каждый из нас закрыл глаза, склонил свою голову. И давайте какое-то время с вами будем в Божьем присутствии, потому что все, что мы видим в каноне Священного Писания было адресовано не только тем людям, но поскольку это вошло в канон Библии, это адресовано каждому из нас так же. И сегодня церковь сталкивается с теми же самыми проблемами, что и церковь первого века. И сегодня нам так необходимо, чтобы то, о чем мы говорим, вера, благодать, помазание, было не просто красивыми словами, чтобы за этим стояла наша жизнь, жизнь, которая проявляет себя в наших делах. потому что вот эти слова, такие очень категоричные слова Якова и бесы веруют и трепещут. это очень отрезвляющие слова. Потому что вера имеет смысл только, когда за ней стоят дела. Вера чрезвычайно важна, когда за ней стоят дела, а не слова только. молитва молитвенная жизнь чрезвычайно важна когда за ней стоят дела когда за ней стоит жизнь иначе это просто набор звуков и не более того слова иакова не разрушают веру они наоборот раскрывают сущность истинной веры то что исайя написал про пост это не разрушает пост это просто показывает истинную сущность поста что стоит за настоящим постом что стоит за настоящей молитвой потому что часто мы думаем что у нас есть вера но это не так порой мы думаем что мы молимся а это не так это просто твои слова которые ты говоришь адресуя богу и ты называешь это молитвой что стоит за этим всем вот эта сущность это всемогущий господь спасибо тебе боже за веру которую ты излил в наше сердце вера которая родилась внутри когда мы услышали слово божье и я молю тебя господь чтобы наша вера была настоящей чтобы наша вера не превратилась в иллюзию не превратилась в фарс не превратилась в пустую болтовню я молю тебя чтобы за нашей верой стояла жизнь наша наши дела стояли господь мы не идеальные мы несовершенные но мы стремимся господь мы стремимся проявлять на практике то во что мы верим я молю мой бог за каждого моего брата за каждую мою сестру за тех кто смотрит это через интернет коснись наших сердец господь прости за то что часто мы говорили не делали провозглашали а сами даже мизинцем не пытались что-то сделать я молю тебя господь благослови чтобы наша вера была настоящей чтобы наша вера проявлялась в делах поступках и этим совершенствовалась достигала совершенства мы не можем показать веру но время может показать нашу веру наша жизнь может показать нашу веру наши дела показывают нашу веру господь я молю боже очищая нас изменяя нас прости нас за то что порой мы говорим и не делаем обещаем и не исполняем а а а а а а а а Очисти нас, Господь. Чтобы мы были настоящими. И вера наша была настоящей. Чтобы эту веру можно было видеть в том, как мы реагируем на обиды. Чтобы нашу веру можно было увидеть в том, как мы отвечаем на несправедливость. В том, как мы проявляем себя в трудных, в болезненных ситуациях. В том, как мы проходим порой через скорби, через долины смертной тени. Помоги, Бог, чтобы мы проявляли нашу веру в своих делах. И чтобы наши дела могли проповедовать Евангелие, а не только наши слова. не только наши исповедания, наши дела были главными нашими проповедниками. как и ты, наш Господь Иисус, показал нам свою любовь не просто своими словами, а своей жизнью, своей крестной смертью, тем, что ты пошел на это, взяв наши грехи, наши беззакония. Наказание мира было на тебе, и ты страдал добровольно ради нашего спасения и оправдания. Голговский крест для нас является доказательством Твоей величайшей любви. И я молю, Боже, чтобы мы так же следовали за Тобой, взяв свой крест. Чтобы наша жизнь, наши дела говорили о нашей вере, о том, что мы христиане, а не просто наше посещение собраний, наши дела после собрания, когда мы общаемся друг с другом. Очищай, Господь, нас. Спасибо тебе, Господь. Аллелуя. Очищай, Иисус. Очищай, Господь. Спасибо тебе за милость, за благодать. Я молю, чтобы все это было нами принято не напрасно. Чтобы мы могли проявлять это. Чтобы благодать Твоя, невидимая благодать, учила нас праведно и благочестиво жить. и показывать своей жизнью Божью благодать, показывать своими делами Божью веру, показывать своими поступками наше единение с Тобой. Я молю, чтобы наша вера была не просто нашим религиозным убеждением, чтобы вера была прежде нашей жизнью. Во имя Иисуса Христа. Слава тебе, честь и хвала во веки веков. Каждый да скажет Аминь.